Народная дружба Рязань принимает союзную детско-юношескую спартакиаду России и Беларусь. Оплати долги и поезжай отдыхать. Судебные приставы напомнили о вредении оплаченных штрафов. На Пасху будет солнечно. Прогноз погоды на вторую половину недели смотрите в сегодняшней программе. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня день работников военных комиссариатов. Эта служба по учету граждан и их призыву на военную службу создана еще в революционное время, а именно 8 апреля 1918 года. С тех самых пор ее функции менялись не сильно. И сегодня 97-ю годовщину сотрудники военкоматов встречают в работе. Ведь неделю назад стартовал ежегодный весенний призыв. Несмотря на советское происхождение и почти вековую историю, комиссариаты не утратили своей значимости на современном этапе жизни российского общества. Отвечая за подбор призывников на срочную службу в армию, именно военкоматы координируют систему защиты страны от военной угрозы. В этом году весенний призыв, в том числе и в Рязанской области, начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Мы начали такое серьезное дело, как признай компания, и в этот день особо сильно шутить не хочется. Наоборот, мы хотим, чтобы она как началась, вот сегодня она хорошо началась, я проехал, посмотрел несколько муниципальных отделов наших, и хотелось, чтобы она также продлилась, чтобы члены призной комиссии в момент заседания находились все на месте, чтобы решения принимались на законных основаниях, чтобы права наших призывников не ущемлялись, чтобы никаких нарушений в работе медицинских комиссий, призных комиссий не наблюдалось. Вот это вот хотелось бы. Помимо всего прочего, военкоматы ведут учет военной техники, работают с рядовым сержантским и офицерским составом запаса. Но, конечно, главная задача сделать так, чтобы военная служба стала почетной обязанностью каждого молодого человека. Крупные события, можно сказать, даже всероссийского масштаба, проходят сейчас в областном центре. Рязань во второй раз принимает спартакиаду Союзного государства России и Беларусь. В соревнованиях участвуют юные и молодые спортсмены. Но, конечно, победа в них для ребят отнюдь не главная. В Рязанском дворце детского творчества состоялось открытие спартакиада Союзного государства России и Беларусь, посвященное 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. На этих соревнованиях выступят лучшие молодые спортсмены со всей России. Подготовка проходила, наверное, традиционно, как у всех, как у беларусов, так и у россиян, в одинаковых условиях. Единственное, что смущает, что здесь дети у нас слишком маленькие, 2002-2003 года рождения. Но, тем не менее, игры бескомпромиссные, идут в интересной борьбе. Ну и, соответственно, вот как раз сейчас и руководители наших делегаций подчеркивают и говорят о том, что именно здесь рождаются будущие спортсмены, и поэтому необходимы такие соревнования. Я думаю, что пройдя вот эти соревнования, они получат бесценный опыт и, соответственно, будут дальше тренироваться и выступать уже на более высоком уровне. Надо сказать, что в отличие от других стран СНГ, в Беларуси праздничные мероприятия на 9 мая запланированы ничуть не меньше, чем в России. У нас очень много мероприятий, посвященных этой знаковой дате, как больших мероприятий, День независимости у нас будет посвящен этому дню, так Парад Победы будет, так и на местах, в каждом районе, в каждой области у нас будут проводиться свои мероприятия, которые приурочивают к этой дате. Ну а что касается спорта, то нынешняя спартакиада России и Беларусь продлится 3 дня, а ребята будут соревноваться в плавании, стритболе и настольном теннисе. Но, конечно, главное в проводимом в Рязани турнире – это укрепление дружбы между ровесниками братских стран. Так как эта спартакиада приурочена к юбилею Великой Победы, после официальной части участники соревнований возложили цветы к вечному огню на площади Победы. Для белорусских гостей запланирована большая культурная программа, посещение музея ВДВ, знакомство с есенинскими местами, а еще для молодых спортсменов устроят совместные дискотеки. Многие граждане России уже вскоре начнут подтягиваться к границам нашей Родины, чтобы встретить летние каникулы за рубежом. Впрочем, выехать из страны получится не у всех. Об этом сообщают рязанские судебные приставы. Сегодня они в преддверии отпускного сезона провели пресс-конференцию, где подробно объяснили возможные причины, по которым должникам выезд будет запрещен. Кому грозит не выезд за границу? Это должник, у которого есть долги по алиментам, налогам, кредиту, штрафам за услуги ЖКХ и так далее. Отсутствие безуважительных причин добровольного погашения долга дает право судебному приставу вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Узнать о своих долгах можно, либо обратившись в районный отдел судебных приставов по месту жительства гражданина, либо с помощью информационного сервиса банка данных исполнительных производств. Он у нас расположен на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области и позволяет в режиме онлайн получить сведения о своих задолженностях и удобным способом их оплатить. Если с вашей стороны есть административные нарушения, то такие органы, как налоговая инспекция, полиция, ГИБДД, пограничная служба, ветеринарная служба, таможня, трудовая инспекция могут вынести свои постановления, которые могут стать основанием к возбуждению исполнительного производства и запрету на выезд. Так, за последние три месяца судебными приставами Рязанской области было вынесено чуть более тысячи постановлений о временном ограничении на выезд за пределы страны. Жительница Рязани имела долг перед жилищно-коммунальным хозяйством. Почему-то она посчитала, что она может погасить только половину долга. Оплатила половину долга и собралась ехать в командировку. На границе ее не пропустили, она была вынуждена вернуться. Оплатить сумму задолженности. Ну, вот как бы вот такой инцидент был. Если у вас, например, накопилось неоплаченных штрафов в ГИБДД на 10 тысяч рублей, то госавтоинспекция может вынести постановление. Пока вашим делом не заняли судебные приставы, никто не может вам запретить выезжать за границу. А перед тем, как дело дойдет до запрета на выезд, на ваш адрес регистрации должны прийти постановления о задолженности, повестки в суд, письма с требованием погасить задолженность, постановление судебного пристава и различные уведомления. Как важно не попадать в долги, да и вообще, как правильно вести себя в жизни, специалисты региональных адаптационных центров объясняли воспитанникам школ и интернатов на минувшей неделе. Для таких ребят в деревне Сажнево организовали лагерь «Шаг в будущее». И там с выпускниками детдомов и школ и интернатов проводились семинары, которые проводили работники городских предприятий, коммерческих организаций, а также известные рязанцы. 4 апреля завершил свою работу второй адаптационный лагерь для 80 выпускников детских домов и школ и интернатов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Шаг в будущее» – такое название дали организаторы лагерю. Инициаторами его созданий выступили региональное министерство образования и областной ресурсный центр. Дети были свободны в выборе мероприятия, свободны в общении. И это первая особенность лагеря очень важная. Вторая особенность, мне кажется, лагерь – это мероприятие было неформальным, исключительно важным. Не было каких-то границ. И если они были, то они были незаметны. Дети могли заниматься тем, чем они хотят, но в определенных, конечно, рамках. И эта неформальность привела к тому, что, как я слышала, им очень понравился лагерь. Основная цель проекта – формирование у детей-сирот навыков социализации, коммуникации, умений, самостоятельной жизни перед выпуском из детских учреждений, оказания им помощи в выборе будущей профессии, круга общения и увлечений. На сегодняшний день в Рызанской области проживает 3540 детей, относящихся к числу сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 84% из этих детей находятся на воспитании у семьи. И это очень хороший показатель для нашего региона. Остальные 16% – это дети-воспитанники детских домов и школ-интернатов. Сегодня эта цифра – 552 ребенка. Немаловажен тот факт, что 45% из этих детей обучаются в специальной коррекционной организации. То есть дети имеют отклонение в развитии, либо инвалидность. Все понимают, что этим детям вдвойне тяжелее устроиться в жизни, найти свое место, обеспечить себя всем необходимым. В работе лагеря приняли участие педагоги, воспитатели, психологи образовательных учреждений, а также волонтеры и представители различных общественных организаций и предприятий Рязанской области. Для выпускников была разработана интересная программа, включающая мастер-классы, тренинги, культурные мероприятия, встречи с интересными людьми, а также были организованы ярмарки профессий. Специалисты самых разных направлений в течение пяти дней помогали подросткам найти свои жизненные ориентиры. А для молодых жителей микрорайона Дашково-Песочное теперь очередь в детские ясельные группы стала чуть короче. В 147 детсаду открылась новая группа для ребятишек младше двухлетнего возраста. В 147 детском саду, это в Дашково-Песочне, открылась новая группа для ребят младше двух лет. В помещении бывшего спортивного зала все готово к приему и размещению 25 ребят. После ремонта здесь обустроена игровая комната, спальня и раздевалка. В нашем детском саду функционировало 10 групп. В ноябре и декабре проводился капитальный ремонт помещения спортивного зала. И теперь открыта дополнительная группа для детей 2009 года. В целом по саду на сегодняшний день 250 детей и плюс 25 детей направлено. А за счет того, что произведен был ремонт и открыта группа, появилась возможность набрать дополнительных детей 2013 года рождения. В этом детском саду уже открылась еще одна группа для ребятишек возрастом старше 5 лет. Однако перед городскими властями сейчас особенно остро стоит проблема длинных очередей в ясельные группы. Мы в этом году более тысячи мест двухлеток открываем в городе. Группы комплектуем на следующий год, потому что двухлетки же они только один год. Они приходят в два года и на следующий год становятся трехлетками. Но указ президента о закрытии очереди для детей трехлеток до 1 января 2016 года мы выполним фактически. Его выполнили уже к 2015 году. Теперь главные усилия чиновников городской администрации направлены на развитие ясельных групп. В этом году по планам должно появиться около тысячи таких мест. А теперь о погоде. Как обещают синоптики, пасхальное воскресенье горожане встретят с солнечной и ясной погодой. Однако перед этим пару дней придется потерпеть осадки. Возможно даже мокрый снег. Подробнее расскажет Наталья Новикова. Чего ждать от погоды в ближайшие дни, учитывая, что уж больно она непредсказуема в последнее время. Похоже, что март с апрелем все же выяснили, кто есть кто, и природа входит в привычную весеннюю колею. В народе бытует мнение, что настоящая весна и хорошая погода наступает на Пасху. И похоже, что этот год не станет исключением. Уже сегодня с самого утра погода смилостивилась. Над рязанцами в городе было ясно, солнечно, а днем воздух прогрелся до плюс 10 градусов. Увы, говорят синоптики, настолько похожая погода надолго не задержится. Уже завтра небо вновь заволокут облака и пройдут осадки. Зато к выходным осадки прекратятся и будет по-праздничному тепло, солнечно и комфортно. 9 апреля при прохождении холодного атмосферного фронта на территории Рязанской области ожидается облачная погода. Небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега, днем преимущественно в виде дождя. Ночная температура воздуха минус 3, плюс 2 градуса, днем плюс 3, плюс 8. Ветер умеренный, местами порыльстый. 10 апреля облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура воздуха ночью минус 3, плюс 2, днем чуть повыше, 4,9. И к выходным ожидается солнечная малооблачная погода, преимущественно без осадков, температура воздуха значительно выше днем, плюс 6, плюс 11 по области, ночью минус 2, плюс 3. И на этом наш сегодняшний информационный выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин. И речь пойдет в беседе о пятилетнем юбилее нынешнего пятого созыва регионального парламента. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания